добрый день сегодня с головоломка от компании фанкши линкуб под названием бомианти кьюб 2 видимо была первая версия не знаю не помню но вообще в названии при продаже было еще слово октейдрон сразу для сравнения рядышком поставлю обычную трешку танген 2 чтобы было понятно насколько эта коробочка велика то есть она меньше обычной трешки опять же я не особо внимательно это заказывал гололомка стоила недорого поэтому размер я как-то не оценил когда гололомка на фотографии одна кажется что просто какая-то вещь в форме октавитра но на деле это вот такая вот крохотуля совсем маленькая нам даже меньше чем 2 на коробочке естественно инструкции никакой не было информации больше тоже полезной нет поэтому сразу убираем и смотрим мы помним от компании фанкши еще были октайдроны но этот как-то совсем не из той серии что здесь вращается это вот так вот грань форма октайдра и здесь по сути что есть интересно в этом гололомке что здесь именно крестовина октайдра по крайней мере мне так кажется то здесь вращается каждая грань не скажу что гололомка интересная здесь всего лишь получается четыре цвета противоположные цвета одинаковые и соответственно здесь все перемешивание сводится к тому что мы можем всякими пиф-пафами менять три элемента ну давайте перемешаем да соберем то есть по сути гололомка достаточно примитивная интересно здесь разве что механизм то есть на его базе можно было сделать что-то более сложное поверхность такая матовая совсем не видно и давайте покрупнее так чтобы было хоть что-то видно в моих руках она совсем теряется перемешиваем ну и видим что здесь например есть желто-оранжевое будем называть его ребро и вот желто-оранжевое внешне они одинаковые но по механизму они не могут встать на места друг друга то есть они не взаимозаменяемые примере я вот один раз собирал у меня сложилось именно такое впечатление ну вот перемешанный вид ну и давайте соберем начнем с какого-нибудь цвета ну допустим желтого здесь уже желто-оранжевое ребро стоит поставим желто-синее проверяем совпадение цветов то что можно было бы это же желто-синее поставить вот на это место тогда если мы ставим желто-оранжевое то желто-синее уже на свое место не становится меняем так два есть ищем желто-зеленое понимаем что вот это желто-зеленое не отсюда значит ищем другое другое вот так ну и сюда подкручиваем вот одна сторона собралась все интуитивно никаких алгоритмов где сине-оранжевое это видимо будет отсюда вот отсюда сюда вот нужно еще зелено-оранжевое поставить чтобы это сделать это не подойдет нужно другое другое здесь ну и как-нибудь интуитивно подводим место вставляем ребро возвращаем и вот у нас уже четыре ребра стоит на своих местах даже 5 едем дальше шестое седьмое вот сюда а ну вот это вот ребра нужно поставить вот сюда отведем в сторону подставим место сюда подведем и на место полностью интуитивно в итоге нам остается что это на месте вот эти три ребра как-то поставить ну и так можно сделать получается вот эти три ребра но эти видимо одним пиф-пафом становится нет так неправильно судя по всему так вот эти два на месте вот эти три нужно переставить сюда этот сюда этот так и вот так ну интуитивно то есть никаких хитрых алгоритмов я здесь не выводил просто четырехходовки пиф-пафы как на пирамидке совершенно не интересная головоломка не сложная привлекательно тут только механизм октаэдра она очень маленькая возможно я в ней что-то не рассмотрел но пока так боми анти куб 2 чисто на любителя наверное для коллекционеров ну или если кто-то любит низ что-то несложное то вполне подойдет напомню долго очень маленькая если купите не удивляйтесь я не уверен что вообще кто-то это где-то найдет но вот она существует достаточно свежая но когда я это публикую не знаю возможно будет уже не очень а на этом все всем спасибо всем пока